Здравствуйте! Если учитель проверяет только факты, то учащиеся знают только факты. Если учитель дает высокую оценку ответам, которые бы показывали критическое мышление школьников, то учащиеся стараются в своей работе быть критичными. Оценка имеет огромное значение в жизни школы. Именно оценка является мощным оружием, которое имеется учителя и которое способствует развитию школьников. Так какими же должны быть механизмы в учебно-воспитательном процессе, чтобы все учащиеся достигли положительного результата? О формативном оценивании на уроке сегодня буду говорить я, Клышина Лариса Леонидовна, учитель-эксперт биологии Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Павлодар. Каковы преимущества при использовании формативного оценивания? Самое главное, это ученик становится настоящим субъектом своего обучения. А это значит, что не только он изменяется в процессе обучения, но и он влияет на изменение практики своей деятельности. Снижается школьная тревожность учащихся, и учитель от роли судьи последней инстанции переходит к роли тьютера, консультанта, специалиста. На примере урока биологии в девятом классе, целью которого является вычисление увеличения клеток, используя микрофотографии, мы сегодня с вами рассмотрим составляющие формативного оценивания, некоторые стратегии оценивания, которые можно применять на уроке, а также процедуру формативного проведения формативного оценивания. Учителя могут и должны создавать оценки, которые подталкивают учащихся к изучению предмета на уровне за пределами их нынешних способностей. Давайте посмотрим фрагмент урока и попробуем ответить на несколько вопросов. Внимание на слайд. Итак, какую стратегию использовал учитель для мотивации учащихся к изучению новой темы? Второй вопрос. Как данная стратегия оценивания способствовала активному началу урока? Итак, внимание, урок. Итак, дети, здравствуйте. Как ваше настроение? Отлично. Итак, у вас на столах имеются карточки красные и зеленые. Можете предположить, что сейчас мы будем делать? Я могу отвечать на вопросы. Может быть, мы будем опривергать или доказывать какую-либо чего-либо? Согласны? Нет. Хорошо. Еще далее. Оценивать влияние каких-то процессов на организмы и говорить положительные литературы. Хорошо. Итак, мы все правы. На самом деле сейчас я вам буду читать утверждение. Вы поднимаете зеленую карточку, если вы согласны с этим утверждением. И поднимаете красную карточку, если вы с этим утверждением не согласны. Ready? Итак, первое. Размеры всех клеток живых организмов одинаковы. Алмаз, ты засомневался? Итак, действительно, размеры всех организмов не могут быть одинаковы. Абсолютно правы. Размеры клеток удобно измерять в микрометрах. Не смотреть-то, Ир. Не смотрю. Хочется посмотреть? Хорошо. Почти все сказали «да», Ирбулат сказал «нет». Почему Ирбулат? Я думаю, микрометры это слишком много. Слишком много. Хорошо. Почему «да», Азамат? Потому что клетки сами очень маленькие. И если их иметь наши обычные сантиметры и метры, то это будет очень маленько чисто. То есть там 0,0,0,0. Хорошо. Микрометры намного удобнее. Хорошо. На самом деле же микрометрах измерялись. Итак, митохондрии всегда меньше клеток. Вы согласны с этим? У нас есть дети, кто согласен, кто нет. Почему ты не согласен, Альтерик? Ну, вообще, митохондрии это, как бы, размер митохондрии это понятие относительное. Возможно, если в одни клетки больше, чем сами митохондрии, другие клетки, возможно, даже меньше. Может быть, в прошлом были клетки, которые были еще меньше, чем митохондрии, или они существуют, но мы до сих пор их не изучили. Ну, на самом деле, как правило, всегда клетки больше, чем митохондрии, а, соответственно, митохондрии меньше, чем клетки. Потому что в всех клетках, в которых они находятся, клетки всегда будут и больше. Еще одно утверждение. Увеличение клеток позволяет представить клетку в виде модели. Увеличение клеток позволяет представить клетку в виде модели. Здесь все согласны, но засомневался Куак. Ты что думаешь? Я слушал и прислушался к вам. А, ты слушал и прислушался к вам. Молодцы, вы правы. Ну и увеличение имеет свои собственные единицы измерения. Вы согласны с этим? Угу. Так, так. Ну, у нас один человек против. Почему? Ну, я думаю, что есть какие-то общие единицы измерения, и для нескольких измерений могут приняться одни и те же единицы измерения. На самом деле, да ли я права, не может быть единиц измерения вообще у увеличения. Ну, хорошо. Как вы думаете, почему я вам предложила такую работу в начале урока? Так. Это должно нас потолкнуть к теме. Так. Думаете ли вы уже о какой теме будете сегодня идти речь? О клетках. О клетках. Мы будем учиться переводить сами сантиметры в микрометр или даже в нанометр. Хорошо. Хорошая идея. Еще что думаете? Изучение объемных моделей клеток, может быть. Может быть, изучение объемных моделей. Альтаир? Или, возможно, мы будем изучать вообще виды клеток, где и какие клетки находятся в нашем организме, таких органов. Молодцы. Абсолютно правы. Обо всем об этом мы будем говорить. Итак, тетрадочки откройте и запишите тему урока. А теперь давайте проанализируем фрагмент и определим, насколько обоснованным было применение данного вида оценивания и ответим на поставленные вопросы. Итак, я использовала стратегию красной и зеленой карточки, с помощью которой каждый ученик оценивал уже имеющиеся у него знания по теме урока. Преимущество данного метода заключается в его быстром предоставлении результатов. Ученик тут же знает, что ему уже известно, а что еще необходимо изучить, что способствовало формированию мотивации школьников. И, конечно, является хорошим примером оценивания для обучения. Для учителя это также замечательная возможность получить представление о том, чему необходимо учить школьника на уроке. Поэтому стратегию красной и зеленой карточки удобно использовать в качестве диагностического оценивания. Мы видим, что оценка является важным источником информации о потребностях и успехах школьников. Это помогает учителям подготовиться своих учеников и к будущим оценкам. На своем уроке я также обращаю внимание на данный аспект и предложила школьникам подготовить вопросы, которые они считают наиболее важными и которые помогут лучше понять тему. Более того, работая в группах, учащиеся смогут подготовить вопросы к теме, просмотреть вопросы других групп и оценить их значимость. Перед просмотром вот этой части урока я бы хотела вам также предложить вопросы для размышления, с помощью которых вы сможете оценить важность предлагаемых стратегий. Итак, первый вопрос. Каким образом учитель обеспечил учащимся более эффективную подготовку? Второй вопрос. Каким образом учащиеся узнали, что ожидает от их работы учитель? И третий вопрос. Каким образом стратегия оценивания вопросов была использована в дальнейшем учителе? Итак, внимание на экран. Смотрим фрагмент. Итак, ребят, я предлагаю вам разделиться на группы. Пожалуйста, подходите, берите свои карты. Находите своё имя и поставите свои карты. Сейчас нам предстоит с вами составить вопросы, которые бы помогли раскрыть содержание темы. Вот как вы думаете, что здесь может быть подсказкой? Я вам хочу предложить подсказку. Оказывается, вопросы, если вы помните, бывают высокого и низкого порядка. Помните? Да. Высокого порядка, конечно, показывают такие навыки, как оценивание, синтез, да? Ну и знания, анализ текстов тоже, да? Это достаточно высокий уровень. Хотя и без вопросов низкого порядка мы тоже с вами обойтись не можем, потому что они нам дают буквальный ответ. Вот сейчас я вам предлагаю к теме, к нашей теме линейного увеличения клеток, постараться составить не меньше трёх вопросов. И предлагаю сделать один из вопросов. Вопросов низкого порядка, два вопроса, вопросов высокого порядка. Итак, это должны быть те вопросы, которые помогут раскрыть содержание темы. Готовы? Итак, пожалуйста, Азамат, помоги раздать листочки. Я вам даю подсказки, да? Это как правильно составить вопросы. Эти вопросы мы затем вывесим на дурку, и вы сможете их оценить. Субтитры создавал DimaTorzok Так, время. Осталась одна минута. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы создали вопросы. Довольны своей работой? Да. Вот сейчас вам предстоит оценить эти вопросы. Каждый из вас имеет стикеры. Посмотрите, да, это цветные стикеры. Их всего три. Вам необходимо прочитать все вопросы. И выбрать три, которые, на ваш взгляд, более всего помогут вам в раскрытии темы нашего урока. Перевод Carlos Петра за все вопросы. И вот мы сделаем. Это восемь. И в результате встретись. В результате есть все вопросы. В остальном урока. И субтитры создавал DimaTorzok Встреча субтитры создавал DimaTorzok Так, готовы? Давайте посмотрим, какие вопросы оказались наиболее популярными. Как можно измерить? Итак, пожалуйста, вопрос, какой клад? Как можно измерить размер клетки? Так, как можно измерить размер клетки? Сколько он выборов оказалось? 6 выборов. Хорошо, еще смотрим. Почему мы должны увеличивать или уменьшать размеры клеток? Почему мы должны увеличивать или уменьшать размеры клеток? Ну, хорошо. Есть еще какие у нас вопросы? С помощью какого инструмента можно линейно увеличить клетки? Интересный вопрос. Где можно использовать линейное увеличение клеток? Какие вопросы отбираем? Наверное, почему? С помощью какого инструмента. С помощью какого инструмента. Пожалуйста, это наш главный вопрос, да, он набрал. Вывешивайте на доску туда. Еще какие? Вот этот вопрос. И, друзья, вы выбрали эти вопросы, потому что на ваш взгляд эти вопросы наиболее полно помогут раскрыть содержание. Так, что нас еще раз с вами волнует? Это с помощью какого инструмента можно измерить увеличение клетки? Как можно это сделать, да, то есть сам механизм, что мы делаем? Где используют знания, которые, да, мы можем с вами получить с помощью увеличения клетки? И почему вообще нужно уменьшать или увеличивать клетки? Скажите, пожалуйста, вы можете предположить ответы на эти вопросы? Пока нет. Но почему? В принципе, есть. На какие-то из них вы можете предположить? Да, все же нет. Молодцы. Молодцы. Я думаю, что сегодня, работая на уроке, мы с вами постараемся найти ответы на данные вопросы. И это, конечно, поможет нам в дальнейшем улучшить наши знания. Итак, вы увидели интересную стратегию оценивания вопросов, с помощью которой учащихся смогли вы выделить несколько самых важных, на их взгляд, вопросов, которые бы помогли раскрыть содержание темы. Для корректной формулировки вопросов, для реализации языковой цели урока, мною были предложены квадраты вопросов, с помощью которых учащимся было проще формулировать вопросы высокого и низкого порядка, что, конечно же, позволило им достичь более высоких результатов. Благодаря четкой инструкции учителя, учащиеся заранее точно знали, что необходимо сделать, сколько необходимо вопросов подготовить, какого качества. И, конечно, это способствовало реализации поставленной задачи, подготовке вопросов для раскрытия цели обучения. Также была использована дифференциация по скорости протекания процессов. То есть более активные учащиеся были подобраны в одну группу, менее активные в другую группу, и те учащиеся, чей темп работы намного ниже, были собраны в третью группу, что позволило каждому из данных типов себя чувствовать гораздо более уютно, спокойно в обстановке таких же детей и дало возможность реализовать каждому свой потенциал. Итак, отобранные школьниками вопросы стали целями урока, что позволило перейти к одному из самых важных этапов урока – это цели полагания, без которого невозможно достичь результатов обучения. Ну а следующий этап урока – это осмысление или изучение нового материала. На данном этапе урока я предложила учащимся формулу расчета увеличения, и используя плакат растительной клетки, мы рассчитали, как определить увеличение митохондрии на данном плакате, если известно, что ее истинный размер – около 2 микрометров. Здесь школьникам важно было обратить внимание на самые сложные моменты – перевод единиц измерения согласно системе СИ, что является одной из наиболее типичных ошибок для данного вида работы. Ну а далее учащимся было предложено провести небольшую практическую работу «Моделирование» – вычисление линейного увеличения клеток, используя микрофотографии, где в листе практической работы была предусмотрена дифференциация по уровню сложности заданий. Моделирование основывается на таком приеме, как аналогия. Модель – это упрощенная форма объекта, а метод моделирования позволяет произвести исследование объекта в упрощенном виде. В данном случае при изучении клетки, используя метод моделирования, мы в комплексе решали сразу несколько задач. Даже используя школьные микроскопы, конечно, ученик не в силах увидеть органоиды клетки из-за них небольшого увеличения. Именно используя микрофотографии как модели, учащиеся, во-первых, могут увидеть реальные изображения различных клеток, их форму, расположение органоидов, их размеры по отношению друг к другу, что делает более доступным для понимания слаженную работу клетки. Во-вторых, работа в парах, учащиеся могут обсуждать каждый этап работы, что дает возможность звукового восприятия темы. Ну и, конечно же, изучая размеры клетки, учащиеся сталкиваются с цифрами, а это значит задействовано логическое восприятие. Таким образом, используя метод моделирования, изучая на примере моделей клеток их размеры, мы, конечно, в комплексе формируем полное представление о клетке у учащихся. Итак, перед вами лист практической работы. Прежде чем приступить к работе, учащиеся нуждаются в четкой инструкции, что необходимо сделать. А для этого мы с вами сейчас посмотрим, что же представляет собой данный лист. Итак, обязательным условием является обозначение или прописывание цели работы, что поможет учащимся осознать, что предстоит изучить и выполнить. Целью данной работы является научиться рассчитывать увеличение клеток. Далее идет таблица переменной. Как работать с этими понятиями? Тем более, что в таблице прописаны независимые, зависимые и контролируемые переменные. Когда мы научим школьников определять данные переменные, это можно включить в оценивание. Итак, независимая переменная – это фактор, который вы изменяете в своем эксперименте. Это искомый фактор влияния. В нашем случае это размер увеличения. Зависимая переменная – это переменная, изменяющаяся посредством изменения независимой. Это переменная, которую вы измеряете. Например, изображение клетки. Изменяя увеличение, у нас изменяется размер изображения клетки. Ну а контролируемые и управляемые перемены – это все те остальные факторы, которые влияют на эксперимент и изменение которых может повлиять на результаты. В нашем случае, например, это линейка и цена деления линейка. В идеале, конечно, все линейки должны точно одоброжать систему измерений. И на практике же часто бывают отклонения в цене деления различных линейок. Таким образом, в ходе планирования и выполнения работы необходимо удостовериться в соблюдении всех контролируемых и управляемых переменных. В листе практической работы также прописаны материалы и оборудование и дано задание. Но прежде чем приступить к выполнению заданий, необходимо с учащимися обсудить предстоящую работу и именно, каким образом вы сможете и они смогут оценить качество выполнения данной работы. Ведь это поможет им достигнуть цели обучения. Как мы это будем делать? Об этом поговорим во второй части нашей встречи.